Доброго дня, сегодня у меня HTC Desire HD и будем менять тачскрин, хотя он не работает. Стекло целое, как вы видите, поэтому сейчас мы его с вами откроем, проверим сначала соединен ли кабель, потому что бывает такое, что он отстегивается и очень часто, если нет, выставим новое стекло, оно у меня в руках, вот этот разъем соединен в шлейф экрана и он очень часто просто отстегивается. Снимаем батарею. Три болта широкими шляпками, внизу прикручивают вот эту вот крышку корпуса. Далее боковые болты откручиваем, они разные, обратите внимание. Один болтик у нас спрятан здесь, вот под этой крышкой вспышки фотокамеры. Чем-нибудь острым вот так вот поддеваем, открываем, вот еще один. Болтик длиннее всех остальных, отклеиваем наклеечку вот эту. Аккуратно, потому что здесь проходит шлейф кнопок звука, вот он видите, обратите внимание, чтобы не повредить его. Снимаем таким образом крышку металлическую. Далее, фиброзвонок, два болта, которые прикручивают плату. Такая вот металлическая планка пристегивается на два паза, вот тут металлических тоже снимаем ее. Далее отклеиваем вот эту вот наклеечку, здесь разъем экрана, соединяем, здесь два кабельных разъема, вот они я их снял, белый и черный антенны и кабеля. Таким образом достаем плату, соединяем с плата, вот наш разъем, про который я вам говорил. Ну, вроде бы целый. Вроде бы все на месте. Тем не менее, тачскрин не работает. Давайте его заменим. Снимаем тачскрин. Я ставлю 400 градусов на фене, греем по периметру. Это у нас стекло стоит сверху. Поэтому не бойтесь его греть. Нагрели до температуры достаточно ощутимой. Надеваем. Будьте аккуратны, она может треснуть со стороны матрицы. здесь. Я снимаю вот таким вот образом, канцелярским ножом. Двеем снизу. Двеем снизу. Вот она проблема, оказывается, где здесь вот стекло. Шлейф оборвался. Удаляем пыль. Удаляем пыль. Телефон. Меняли на нем тачскрин. Вот он шлейф. Поднимаем экран. С этой стороны будьте аккуратны, потому что он приклеен. Я греть не буду, потому что, судя по всему, телефон вскрывали. Если нет, то вам надо будет нагреть вот с этой стороны вот эту вот часть металлической рамки экрана и приподнять вот с этой стороны чуть-чуть, вот так вот вытащить разъем. Вот этот самый. Вытащили. Далее вставляем новый. разъем с этой стороны у нас вылез. Вставляем его в разъем шлейфа. Вставили до конца. Закрыли. Далее желательно наклеить сверху на него скотч, двусторонний кусочек, чтобы укрепить. Вставляем плату. Давайте соединим разъем сначала. основного шлейфа, вот сюда, в плате. Пристегнули. Вот видите. Прижали. вставляем плату гнездом зарядки вперед. Пристегиваем. Здесь я вам покажу кабель. Вот этот вот слой разъем. можно пристегивать его сразу. В принципе так тоже удобно. Вот видите, у меня пристегнут. вставляем, закручиваем плату двумя болтами сбоку. Ставим виброзвонок на место. С этой дырочкой наверх. В резиновом уплотнителе виброзвонка. Соединяем кабель. Два кабеля, один белый. Он проходит снизу. Соединяется вот в этот разъем. и черный. Он проходит над ним сверху. Соединяем его в соседний разъем. Прижали. Резиновый уплотнитель сверху поставили, чтобы они не отстегнулись во время работы телефона или во время падения. Шлейф тачскрина и экрана соединили. Ставим металлический экран. Таким образом заводим. Будьте аккуратны с кнопкой регулировки звука. Опускайте ее сначала вниз, потом уже сам экран спустили. Вот она у нас, кнопка вылезла. Отсюда вставили ее с изнанки, с другой стороны. Прихватили. Можно только два болта для проверки, потому что нам сейчас предстоит проверить тачскрин. не забудьте вот этот угловой уплотнитель металлический. Уголок, который перекручивается. Давайте включим телефон, проверим тачскрин. Если все работает, то продолжим собирать телефон. Отклеечку приклеили. Повторяю друзья, телефон у меня разбирался, поэтому стекло я снял в принципе достаточно быстро. то есть оригинально приклеенное стекло, которое... Телефон, который не разбирался, вам придется... Снятие тачскрина займет у вас чуть-чуть больше времени, чем показал вам я. Включаем телефон, проверяем тачскрин. Давайте чуть-чуть его приподнимем, пока мы его еще не приклеили. Загружаем. Телефон загрузился. Проверяем стекло наше, которое мы пока еще не установили, не проклеили. Первый признак говорит о том, что стекло работает. Давайте проверим кнопки. Все отлично. Можно собирать, проклеивать телефон. Выключаем. Вытаскиваем старейку снова. Снимаем каркас задний. Опять же... Ставим металлическую перегородку, которая... под которой у нас проходят два кабеля, черный и белый, на место. поставили. Давайте. Проклеим тачскрин. В принципе, можно снять его, проклеить. Можно уже поставленным, чтобы не терять время проклеить его. Снимаем пластик. Будьте аккуратны с этим шлейфом, не дергайте его, не тяните, потому что он может отстегнуться запросто. Я просто показываю вам такой быстрый вариант. Привык их уже менять. Если вы первый раз выбираете, то лучше, конечно, стекло снять, положить, нормально проклеить его. Не по месту, так как это делаю я. Это займет немного больше времени. Чистили экран. Я проклеил вот таким двусторонним скотчем. Вот я наклеил одну полоску. Вторую, с другой стороны. Ух-хм. 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 Тоже самое сверху. Ух-хм. 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 Далее. Ух-хм. Здесь у нас находятся прозрачные пластиковые светопроводящие детали. Вот они, видите, их должно быть четыре, но учитывая то, что телефон до меня разбирали, две. потеряли, наверное, не знаю. Вставим сюда в эти отверстия. Вот видите, я вставил один, второй и здесь еще должно быть два по бокам. Они передают свет со светодиодов на тачскрин. Две поставили, две. При разборке обратите на них внимание, не теряйте их, должно быть четыре. Все, приклеили экран, тачскрин, вставляем в рамку. Еще раз аккуратно с кнопками вставили. Можно закручивать каркас, собирать телефон, вставим батарейку, собираем болты все. Не забудьте колпачок. Вот этот болтик. Нижнюю крышку. Забыл поставить пластиковую рамку снизу. Таким образом все делаем. На все про все у вас идет порядка 20 минут. У кого-то больше, у кого-то меньше. Крышку пластиковую, вот эту, вспышки фотокамеры. Аккуратно с пазами. Таким образом ее ставим обратно. Все, всем спасибо за внимание. С вами был Dov. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем доброго дня. До свидания.